Минсельхоз предупредил о повышении цен на хлеб на 20%. К весне 2016 года стоимость продукта может вырасти с 22-25 рублей за батон до 25-30 рублей в среднем по стране. Хлеб, который продается сейчас, изготовлен из пшеницы по цене 8 рублей за килограмм, но зерно уже подорожало до 10 рублей. В этом году продуктовая инфляция, по прогнозам министерства, составит до 15%. По данным Росстата, хлеб в стране за 9 месяцев подорожал на 14,2%. В Самаре численность безработных выросла в полтора раза. Без работы находится 4200 человек. Из них почти 70% – это служащие и руководители среднего звена, дальнейшие трудоустройства которых, по словам специалистов, находятся под большим вопросом. В администрации Самары состоялось заседание городской трехсторонней комиссии. Одной из главных тем стало обсуждение ситуации на рынке труда и способы решения задач по повышению эффективности занятости населения. В новом зимнем туристическом сезоне специалисты ожидают у российских туристов всплеск интереса к Египту. На втором месте по спросу окажутся Арабские Эмираты. На прежнем уровне сохранятся поездки в экзотические страны и примерно 15% от общих объемов останутся за традиционными горнолыжными европейскими направлениями, в первую очередь за Италией, Францией и Андоррой. Интерес к Египту будет расти на фоне снизившегося курса рубля. Это пока все новости экономики. Я передаю слово Сергею Кизоркину.